Доброго времени суток, мои приятные молодые люди. Вот такой вот у нас марафон. К сожалению, он быстро начался, быстро закончился. Я сходил на концерт своих белорусских братьев, НК, Юник, Артем Шеловец, Шараут, Гейс, Гейс. И там было много... Гламур, блонды, гламур и брюнетки. Людей у нас аудитория пересекается, так скажем, там и там девочки. Ладно, мальчики тоже были. Обнимался, фотографировался и заболел просто п***ц, что без антибиотиков уже выбраться не могу, так скажем. Не смог. Вот поэтому сейчас пью таблеточки, но контент не выходил уже хз сколько, неделю, наверное, да. Буду смотреть такой полумертвый, но ничего страшного. Я думаю, вы меня простите за это. Я хочу вам показать прототип новой ионы, ионы. Смотрите, у нас тут спереди такой старославянский шрифток. Мне просто нравятся вот эти вот все лейтмотивчики. И спинку сейчас продемонстрирую вам. Надеюсь, видно. Смотрите, какая красивая. Ионы. Ультра топовое качество, как всегда. Новый дизайн старославянский. Интересный, оригинальный. В продажу поступит где-то через неделю. Просто решил немножко пофлексить, что у вас такой нету. А у меня она пока что есть в единственном экземпляре, поэтому следите за обновлениями, подписывайтесь на Телеграм, для того, чтобы успеть приобрести, так скажем. Продажи стартуют 21 числа. Вроде как. Может быть. А может и нет. В общем, подписывайтесь и не пропустите. Также подписывайтесь на Boosty. У меня там выходит контент периодически. Вот сейчас я снимаю реакции на проект Выжившие. Макс, привет. Что еще? Болею? Не болейте, ребята. Выпил кучу таблеток, выпил антибиотики, витаминчики разные. Терафлю выпью. Короче, все подряд выпил. Сейчас вот кофеек. У нас финальная, заключительная серия беременна в 16. Извините, что я немножко ною, но вы видите, что я такой сегодня парень. Подбитый я это называю. Если я вдруг умру, ребята, все видео я завещаю вам. Это историческое достояние. Все эти реакции невероятные. Все эти обзоры, терабайты контента. Это все ваше. Забирайте себе. Гена на. Вот. У нас сегодня последняя серия, как я уже сказал. Давайте начинать смотреть. Постараюсь, может, разгонюсь к середине, к началу, к концу видео. Голос появится. Говорить пока что тяжеловато. Связки такие, видите, воспаленные жестко. Инфекция уже там с кайфом развивается. Поэтому, без лишних слов, не волнуйтесь. Уровень токсичности, тупого юмора, он будет абсолютно такой же. Просто представьте, будто бы я бахнул какого-нибудь метадона. И немножко на замедленном. Конечно же, я это осуждаю. Мы только за здоровый образ жизни. Поехали. Подождите, я рост не определил еще раз. Слушайте, ну тут, наверное, выше, чем полтора метра. Я думаю, метр шестьдесят один где-то. Привет, меня зовут Милан. Ну, подколоть надо, да, здесь, чтобы эти углы Джоли появились. Ну, ладно. Мне 16 лет, я живу в деревне Гилева, Свердовская область. Деревня Могилев. Не было, кстати, никогда в Могилеве. Ни в Гомеле, ни в Витебске. Надо сказать, ребята, у вас есть что посмотреть? Там я просто реально вот в той стороне Беларуси вообще никогда не был. Там есть что-то интересное у вас? Или все то же самое, что я был в Бресте, в Гродно, там классно, кстати. В Минске был пару раз, скажу честно. Деревня Могилева. В деревне, где я живу, нет развлечений. В смысле? Ты пробовал когда-нибудь самогонку? Кстати, скажем так, была автопатия у ребят на домике. И там была самогонка, и мне кажется, вот она именно отключила нахуй мой иммунитет. Потому что я на следующий день проснулся, и я не помнил ничего, что происходило там. Там, возможно, меня и знают за коза, кто его знает, каким образом на рога натянуло. Несколько улиц, магазин и школа. Главная достопримечательность – сплетни. Молодежи в Гилево почти нет. Поэтому большую часть времени... Провожу с мамой. Мою маму зовут Асель Сайфуловна. Ей 38 лет. Она домохозяйка. Я такие имена, к сожалению, без негатива не запоминаю никогда. Я, знаете, звоню в какую-нибудь поликлинику. Говорю, здравствуйте, можно записаться там к терапевту, например, к проктологу? Можно записаться? Да, конечно, фамилия, имя, отчество. Я такой, Хабибуллин Ильдар Асхатович. Хабибуллин Ильдар Асхатович. В ста случаях. То есть не было ни разу в моей жизни, я вам клянусь, ноль раз в моей жизни было, чтобы я пришел в поликлинику, и там девочка молодая такая, Эльдар Астахович, здравствуйте. Я такой, это я, это я. Ну хорошо, что не Илья, потому что часто и Илья я. Ну то есть такая темка. Раздражает ли меня это? Уже по***й абсолютно. Но всегда забавно. Я такой, думаю, если сейчас я приду в поликлинику, и эта молодая девочка на ресепшене скажет правильно мою фамилию, я начинаю прямо сейчас переставать быть агностиком, и верю в Бога, то есть Зевс, Бог, все они снизу сходят ко мне. Я начинаю верить люто во все религии, начинаю ставить свечки за здравие, за упокой поликлиники, за упокой своего ануса, и все остальное. И я прихожу, и там Ильдар Астахович. Если что, на всякий случай, я ни в коем случае не оскорбляю ничьи чувства, верующих уважаем очень сильно, все религии и все конфессии прекрасны. Так сложилось просто, что я агностик. Я никого за это не осуждаю, суть точки зрения не навязываю. Но знаете, 21 век на дворе, надо это обязательно говорить. Даня сидит на месте, постоянно что-то готовит, убирает, стирает, гладит, копает в огороде, а я бытовыми делами заниматься не люблю. Ну естественно, я вообще не понимаю, как вот эти бабы растут в деревне, и они ничего делать не любят. Это что это? Доча, иди помоги мне. Что готовить? В жопу себе засунь эту колбасу. А проверь, сколько влазит. Какой она длины. Прямая кишка твоя. Ладно. Не очень чувствую. Ну, помогать нужно? Нет, не буду я бытовыми. Ну тогда белье помогай развешивать. Не буду я его развешивать. По хозяйству мне раньше жалко было. Да, жалко было. Поеду завтра флюорографию делать, флюорографию, а говори-ка фотографии. Пылесосить, полы протереть там. Ребята, реально, если умру, забирайте ролики, это все ваши, я просто предупреждаю. С другой стороны, мне вроде сегодня и получше, ну типа, я позавчера даже просто с кровати, вы можете себе представить, я не мог телефон в руке держать. Мне так было, я думаю, умираю. Реально. Сейчас хоть как-то типа. 32 года. Я уже хочу говорить 33 года. Прикинься, вот мне недавно было, я каждый год это говорю, типа недавно было 31, 32, сейчас будет 30. Ой, блядь, это пиздец. Думаю, ну я сама же могу, я могу это сделать. Моего папу зовут Владимир Михайлович, ему 47 лет. Он работает на кладбище, копает могилы и устанавливает памятники. Прибыльная работа. Зарплата в мире. Я бы тоже был могильщиком, если не видеоблогинг. Ну люди типа умирают постоянно. Около 80 тысяч. Тысяч рублей. Папа считает, что женщины должны следить за хозяйством, а мужчины зарабатывать деньги. 0% осуждения, 100% понимания. Апа не строгий. Ну именно по отношению к семье не строгий. А он на работе. Милана Хаметова, кстати, она подросла немножко. Срывает всю агрессию домой. А пути не путю. Ну кому я ковару? Это уже металл кавер. Приходит, как я в чем-нибудь бывал добрый. Моему младшему брату. Что она плотину не строит, а в маму в 16 снимается, а? Горит тебе в аду. Магдану 9 лет. Он учится в 4 классе. И моя прямая обязанность... Магданчик очень миленький мальчик, я считаю. Но будто по пирожкам меньше надо двигаться. Это к родителям обращение. Делает с ним уроки. Откуда ты стоишь? Если в минуту, может столько же стоишь. В минуте 60. Магданчик, послушай, ты уже осознанный мальчик, да? Поверь мне, еще годик, да, два, и девочке начнут нравиться. Но не факт, что ты можешь. Ладно. Это какой-то кибербуллинг детский. Знаете, вспоминаю свои старые видео, что они себе позволяют в ТикТоке. Было и было, бог с ним. Секунд. А, точно. Но я не понимаю, зачем родители на самом деле просто кладут тебе больше, чем нужно съесть ребенку. Чтобы что? Чтобы у него холестериновые бляшки начали типа в 12 лет появляться? Как на позор. Ну, она характер. Он такой средний. Я могу сказать одно, что Богдан, Богдан, Богом дан. Такая темка присутствует в нашей жизни. Злая быть может быть и добрый. Вообще, я всегда любила сидеть за учебниками и до восьмого класса была отличницей. Но потом мне это наскучило. Я решила выучиться на бровиста. После девятого класса поступила на косметолога в техникум в Тюмени в часе езды от дома. Но не проучилась ни дня, потому что перехотел. Ну, глядя на маму, как бы теперь понятно, почему у Богдана такая темка тоже присутствует внизу челюсти. Зачем мне настаивать? Желание появится сама, в принципе. Владимир Михайлович, кстати, любит водочку выпить. Я вам это обещаю. Я, возможно, здесь на отходосах, а, возможно, уже бухой. Как бы человек растет, он сам себе путь выбирает. Жалко стало, потому что, ну, как-то она маленькая еще, кажется. Мне нравится спокойная деревенская жизнь, смотреть сериалы дома и гулять. Ничего, смотри, ты говоришь, там друзей нет, девочка, смотри, гай, симпатичная. Пару, папа мне не разрешал ездить, но он нашел компромисс, просто... Предложил бухать с собой, и все. Съездил со мной. Ну, и, соответственно, там повеселился я. Поехал дома отдыхать, а в итоге отдохнул я. Это был один из случаев, когда я ходила в куб. Больше у меня не было об этом мысли. У меня круто. Батя показал, как отдыхать, надо дочка ела просто. Ты и понимающие родители. Они никогда и ни в чем мне не отказывали. Баловали, да. Она могла в магазине упасть на пол, просить игрушку, ну, пока ей не купят, не уходили. Мы ее, конечно, и сбаловали, сами виноваты. Только хотел сказать, ребенок так себя ведет, потому что чувствует, что эта темка может проканать. Если она пару раз не проканает все, он поймет, что а что, этот способ не работает. У нас дружная семья и есть традиция. Каждую субботу и по праздникам мы жарим шашлык, хотя праздники я никогда не любила. Свой день рождения я не люблю, на Новый год мне как-то все равно. Мне без разницы, например, на День святого фонтинга. Потому что к тебе не привили любовь и семейные ценности. Вот и все. На Хэллоуин тоже мне все равно. Никакие даты мне не были важны. Так, а вот на День России никогда! И я русский! Случилось 20 июля. В этот день я встретила его. Если он забудет поздравить, то я опирусь. Моему парню Виталику 146 лет 21 год. Он работает монтажником труб и... Монтажником пены. Типа монтажная пена есть, поняли? А как она там появляется? Ее создает монтажник пены. Знаете, как монтажная пена появляется в этом? Он берет мыло, делает пену и такой в это отверстие трамбуют и получается монтажная пена. Получает около 50 тысяч рублей в месяц. С другом детства Антоном с ним... Они под пивасом, да, двигаются? Уважаю такое максимально. Квартиру в Тюмени за 25 тысяч. Давай лук, сейчас будем яичную субь. И масло достань тоже. С Виталиком мы познакомились на дне рождения нашей общезнакомой. Он на меня как-то странно поглядывал, а в конце вечера взял... А в конце вечера приставил нож к горлу и сказал, пошли в спальню. Номер телефона. Я не знаю, как это объяснить. Взгляд у него очень такой красивый, именно как она смотрит, даже не не сниться. Виталик симпатичный, кстати. Эти усики только сбрить на... нормальный будет. Там глаза, именно взгляд. Волосы у него красивые. Просто пересмотрел пиратой Карибского моря, да, Виталик? Красивая. Форма лица у него красивая. Не знаю, просто понравилась очень сильно. И сразу захотелось ей познакомиться. Через три... Сразу захотелось ей немножко накинуть в попу. В дня Виталя позвонил и предложил встретиться. Так мы стали общаться, гулять и даже ездить вместе в Тюмень. Мне он понравился тем, что он надежный, веселый, добрый. Веселый. Веселый. Понимающий, заботливый, красивый. Мама Деталика бросила семью ради другого мужчины, когда сыну было пять лет. У отца начались проблемы с законом и его лишили родительских прав. Все детство Виталя прожил с бабушкой по папиной линии Ниной Петровной. Она воспитала его и заменила родителей. Но четыре года назад бабушка умерла в возрасте 71 года от пневмонии. Надеюсь, я не умру от пневмонии какой-нибудь. Я даже не бабушка, чтобы умирать. Кухня. Из близких людей у Виталика осталась только тетя, папина сестра Наталья Николаевна. Ей 45 лет, она нигде не работает, потому что у ее 17-летней дочери Дианы мышечная дистрофия и ей нужен постоянный уход. Я с ними пока не знакома. А ты чего к нам не приходишь? Давно уже тебя не видно. Да времени нету. Там, то на работе сейчас, тем более, девочку себе нашел у Милана. А что за девушка? Не так недавно познакомились. Вроде хорошая девочка. В 16 лет школу закончила, на мастера бровиста отучилась. А тебе не смущает, что она моложе тебя? Люби все возрасты покорно. Тетя мне всегда помогала, когда с армии вернулся и финансово. Ты такой, ты нормально нашелся трехлетнюю, она вот уже ясли закончила, все супер. В любви все возрасты покорные. Как только можно помогала. Тетю я, конечно, благодарю. И там, когда помощь нужна, конечно, помогу. Виталий мне нравился, но среди друзей у него... Виталия мне нравилась. Очень понравилась Няполе, во Флоренции. Достаточно интересно в Тоскане. ...бабника. Я боялась, что он просто хочет развести меня на секс. Поэтому позвала... Радуйся, хоть кто-то. ...бала его на семейный субботний шашлык, чтобы он относился ко... Чтобы он относился ко мне точно как к мясу. ...мне серьезнее. Так он познакомился с моими родителями и братом. И с тех пор Виталик не... Да, свитерым ба, конечно. ...пропускал не один наш традиционный ужин. Ставь жарить. Давай тебе помогу. Помогай, давай. Чел пришел знакомиться, его уже запрягли делать что-то. Дайте челу почилить немного, не? Самое главное, не смущайся. Видишь, у нас хвосты из жопы торчат. Так надо, тебе сейчас тоже принесем пробочку. Если серьезно начинаете жить, то серьезно начали жить. Я не обижаю ее. Да. Ну, Миланка тебе вперед. В смысле, я с ней начал встречаться просто для того, чтобы использовать как боксерскую грушу. Что значит не обижай? Она маленькая, нежная, так что это... Обижать не надо. Боже, что? Вместе просто гуляете, просто ходите. Вы такой, или ебали жёстко. Можете показать, как на этом столе? Мы уберем шашлык. Ручки держите, что ли? Не, ну, я примерно понимаю, к чему вы ведете. В этом. Я просто... Уже не маленькие. Ну, так думаю, сами... Догадывай, да? Ну, да. Конечно, внимательно. Совсем разбираемся. Ну, смотрите. Виталий не оторвал взгляд свой от Миланки. Показывает ей чмочки. Меня это подкупило, конечно, как маму. Милый, спокойный, заботливый. Пацан нормальный. Ну, такой. Ну, такой человек, который как пастелин. Соответственно, с него можно что-то слепить. Ну, спокойный, как у меня сын, можно сказать. Прошло два месяца с начала наших отношений. И с каждым днем мне хотелось проводить цветы. Ну, что ты за фотографию сделал кусок асфальта? Ребята, вы когда фотографируете, не надо, дорогу фотографировать. Фотографируйте, ну, что, что должно в кадре? Вы еще плитку хотите показать? Вы друзья Собянина, вы ее перекладывали, это обзор на плитку. Вот расстояние, просто вот фотографию даешь кому-то сделать, смотришь, а у тебя там кусок дороги. Всегда. Ну, зачем фоткать? Пиздец. Все больше времени. За все время, которое мы с ним вместе провели, я ни одного недостатка не заметил. Самое главное достоинство Виталия, это то... Огромный хуй, вот такой. Вот такой вот. Что он меня любит, а самый главный его недостаток, то, что он... Оплодотворяет лошадей. Ребята, извините, у меня мозг, ну, не работает сегодня вообще. Не может отказать никому ни в чем. 0% осуждения, 100% понимаю. В какой-то либо помощи. В какой-то либо анальной помощи, например. Это не нравится, потому что его доброта отнимают у него много времени, а это время мы могли бы провести вместе. А ты чего так поздно? Мы же договаривались раньше. Я на работе зайду. А я там, это, друг попросил карбюраторов в КамАЗе перебрать. Кто-нибудь тебе надо было помочь? Ну, ты как всегда всем помогаешь, а про меня забываешь. Ты просто понимаешь, там, Атлант расправлял плечи, держал планету, потом пописать захотел, мне приходилось. Пришлось стоять вот так вот 4 миллиарда лет. Могу раздорваться? Пыть, не в кину мы опоздываем. На китайскую поеду, сам вить свою кину. Не хочу, у меня уже нет настроения. Ты? Ты что, позвонить не могла, блядь? Нет, я не понял, а что он опоздал? Он на работе задержался, кто-нибудь, тебе надо было помочь. То есть, щел не просто хуйнёй какой-то занимался, он задержался на работе, а она ещё начала капризничать. Брутан, тебе не нужны такие отношения. Ада, что это, Самара, как она называется? Я не разбираюсь, но, слушайте, выглядит на самом деле, стереально выглядит неплохо, как Делориан, да, какой-то. Прикольно выглядит. Но теперь Виталику придётся всё свободное время проводить только со мной, ведь я покакала мощно. Жду ребёнка. Папа! Блин, интересно, и про что она сейчас будет рассказывать? Первый секс у нас произошёл случайно, мы просто сидели и смотрели мультики-аниме, и там вдруг включился хентай, и он сказал, а не хочешь попробовать что-то подобное? Вот так и вышло, абсолютно случайно. Первый секс у нас случился спустя полгода отношений у Виталика на съёмной квартире, когда его друга не было дома. Виталия проявил больше инициативы, я согласилась. Про средства защиты конечно знали, но я всегда думаю, так что меня это не коснётся. Меня это не коснётся, кстати, снимать в передаче «Беременна в 16». Ну и такого не будет? Угу, 83. Чё ты, Милатку хочешь? Смотри, какая игрушка попалась. А, ебануться головой можно. Ёшкин дед, посмотрите, это младенец с шапочкой лисы, да ещё и зеленоглассый. Вау! Да ну, Рил! Не Пов! Это Рил! Мёк. Какой намёк? У нас какие-нибудь обстоятельства. Ты чё? Миланка приедет, скажет, ты бабушка. Ну да. Рано нам ещё такого счастья. Рано нам такого счастья, бля. Мне нравится, что... Почему я... Короче, я реально умираю, ребята, всё. Я когда акцент какой-то делаю, у меня он всегда какой-то чеченский или дагестанский получается. Входных Виталий взял меня на тусовку с его друзьями. Там я почувствовала слабость. Меня стало тошнить даже от одного вида пиццы. Мне плохо. Вы чё? Пусть нова? Да, да. Чё, чё? Тебе какая бочка? Поехали домой. Ну, Милана, мы тут выходим. Ну, я проживаю. Милана на его фоне выглядит вот особенно с такого ракурса просто как ребёнок восьмилетний. У меня задержка несколько дней уже. А ты как дела? Ну, сейчас поедем. Ладно, это... Да, да. Нам ехать надо? Милана, неплохо. На, ехать. Ну, он только приехал. Нет, спасибо. Всё, давай, Виталия. Ещё на связи? Узнав о задержке, Виталий сразу повёз меня в круглосуточную аптеку за тестом. Смотри, что сегодня в магазине купила. Представляешь, если Миланка забеременеет? Ерунду-то, не городи. Кормил. Что это, блядь? Что это такое? Типа, как она посмотрела расклад, блядь, какой-то в интернете онлайн. Ты меня будешь? Буду. Миланка, 16, Сергей, 21, не помню, как чело зовут. Что у них будет? Забеременеть ли она? Тест мы решили сделать на ближайшей заправке. Нассали прямо под колонкой. Две полоски, у меня паника, растерянность. Я не знаю, как сказать родителям, как сказать... Моё любимое, я не знаю, как сказать ртом попробую хоть раз в жизни. Это уже много я пробовал ртом. Милан, да ну... Не понять, что в голове происходит. Не понимаю, я или рад, или боюсь. Что делать будем? Не знаю. Поехали к родителям. На Делориане. Я теперь этот Жигуль буду называть Делориан. Поехали. Сложно описать те чувства, с которыми мы едем домой к родителям. А что, это праворульный Жигуль, или у меня глючен? Сложно описать те чувства, с которыми мы едем домой. А что это такое? Существует ли праворульный Жигуль? Я теперь хочу загуглить. Не знаю, мне кажется, это кто-то просто сам переставлял, только если. Или это просто так отзеркалилось. Смой к родителям. Но мы понимаем, что... Что он сказал? Мы поедем в СМОК к родителям? Пускай развеется. Ты что? Поддержка близких важна. Надо ехать к родителям, что рано или поздно это все равно случится. Лучше ли сейчас. А вы что сделаете? Сейчас, значит, они говорят, что беременная мама такая, я же говорила. Иду на битву экстрасенсов нахуй. Когда приехали? Что случилось? Присядьте. Что случилось? На моем плащ-палатке прикольная такая, да? Милама, что случилось? В смысле, случилось? Блин, ты заебала уже нас этой игрушкой. Вот что. Я заплачу, правда? Какой сюжетный твист, боже мой, это же то самое ружье, которое должно было выстрелить в конце видео, в конце фильма, в конце киноленты. У меня побежали мурашки по коже и слезы сами потекли. Ну, получается, от радости. Значит, буду бабушкой. Я рада, что мама так отреагировала. Папе она сказала, расскажет сама. Я утомилась за эту бессонную ночь и пошла спать, а Виталя поехал на работу. Буду бамбушкой. Что ревешь? Чё, чё? Миланка у нас беременная. Беременна? Что тебе поделать? Батя вообще чай пьет, беременна, ну ладно. Будут рожать, я против оборудов. Ты рад? У меня выбрать. Я, конечно, шарашен, если сексом. Нормальная реакция батя, ну, беременна и беременна, чё бубнить-то. Мы научились заниматься уже по-взрослому, соответственно, будем рожать. Ну, никаких абортов. Богдан вроде слышал, иди поговори с ним. Что случилось, сын? Чего? Вы съели мой беляш. Я знаю, что я была беременна, и все, и буквально, и мне ваня, не будут уделять, и все. А при чем тут они? У них своя семья, а ты у меня сын, единственный. Я так же тебя буду любить. Все так говорят. Я тоже тебя буду любить. С сегодняшнего дня до этого как-то не очень ты мне и нравился, на маму похож просто. Что-то я тебя буду любить. Не плачь. Успокойся, будь мужиком. Ого. Ревность у Богдана, как у любого ребенка. Не эгоист, он в принципе какой-то, как бы слабенько переживает, то, что или внучка, или внук будет, соответственно, говорит, вы будете уделять всего внимания ей. Малой уже прохавал эту жизнь, он уже понимает, как себя вести надо, красавчик. А мне не будете внимания уделять. Папа меня успокоит, что у них другой ребенок, их не ребенок, и я... Вообще понимаете, какая повесточка идет? Они дали роль мальчику, который плачет о том, что ему не будут уделять внимания, а родители говорят, типа, все нормально, мы будем тебе уделять внимание, тем самым они, как бы, типа, влияют на головы людей. Потому что, типа, маленький ребенок, это не страшно, даже если у вас есть какие-то дети, рожайте, 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 бесконечно рожайте, ребята. Наш ребенок, и они все равно будут меня любить, типа... Пиздец, конечно, они хитренькие, мы все раскусили, ребята, не надо нам... Пать, мы все. Что, накаркала? Что накаркала? Ворона. Что? А куда я дедушу? А Вова дедушкой? Что делать-то будете? Рожать, конечно. Она такая, вообще собиралась тебя ограбить, бабки, да, и все сюда, быстро из кассы. Мне ребенка воспитывать надо. Поможем? Мы же молодые. Ой, такие они хохотушки две. Ну, приятные девчонки, на самом деле. Не, все нормально, просто там, видимо, отзеркалили кадр, думают, что это, праворульный Жигуль? Утром Виталий заехал за мной, чтобы отвезти на УЗИ, подтвердить беременность. Все, беременность маточная, хуяточная, все нормально с ней. Виталик отвез меня домой, а сам... Я говорю, это худшее, что может быть, это вот это вот, когда женщина лежит на этой кушетке. А можно, блядь, там, ребенку две недели, блядь, можно послушать сердцебиение, там, можно послушать, он раз говорит, а там, типа, слушает рэп-гаты, имени мои, начинает... Ехал сообщать новость тете. Тетя для меня такой, самый главный... Тетя, 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 папина, сестра... Человек в моей семье. И я сразу понял, что надо ей рассказать, конечно, чтобы она знала. Как так сказать? Как так сказать, мы беременны? Блин, жесть, и что вы будете делать? Чем ты думал-то? Не слышал про презервативы? Ну вот, молодец, доигрались. Блин, понятно, ужас, и что? И кто вам помогать будет? А работа? Ты что, устроишься еще на две работы? Где ты возьмешь денег? Поехали. Милана беременна. Ну так, сегодня ездили тест сделать. Ну и не тест, а УЗИ. Там все подтвердилось. Как же мы, как же наша любовь? Ну что вы собираетесь делать? Ну же, отдадим его в котельную работать. Там прикольно. Пока что у меня сама каша в голове. Надо подумать об этом всем. Пока что у меня одна алкашка в голове. Ну очень хорошо подумай, нужна ли тебе эта девочка? Тебе всего 20 лет. Ей 16 лет. Вы еще не нагулялись. Вы еще жизни не видели. Ну тетя, конечно, пришла по списку всех своих страхов. Что все, что может случиться. Но мы не боимся никаких трудностей, потому что мы должны рожать, и мы будем рожать. Это 100% история. Мама 16 проект называется, потому что мы мамы. Я думаю, что она быстро отойдет. Что в конце концов она будет рада за меня. Все подтвердилось? Правда, что ли? Распечатание. Шесть-семь недель. Малюсечка какая. Да, это Малюсечка, кстати. Моя Люсечка, ребята. Угу. Поздравляю, Миланочка. Спасибо. Бабушка. Пути, не путю. Пока еще ничего не видно. Газель сайфуловновская. Там маленькая точечка, но все равно это и даже точки мы рады. Вечером... Как говорится, расставили все точки над «и». Слушайте мой трек. Я так с музыки, с Путифая, и по музыке везде. Мы договорились встретиться. Ну, ребята, извините, меня немного телеграмм отвлекает. И прогуляться с подругой Надей. Она моя ровесница. Но мы живем в деревне, где слухи разлетаются моментально. Слухи – это последнее, что меня сейчас беспокоит. Мне плохо. Я быстро устаю. А это только начало беременности. А ты где? Вот эти. И что, как она отреагировала на беременность? Ну, так, неоднозначно. Рано говорит еще очень. Если вы решили рожать, какая вам разница вообще, как кто реагирует? Это когда приедешь. Сегодня не получится. Ну, и тусуйся со своей девочкой. Чел там работает, ездит. Ну, и тусуйся. Третьей. Надо всем отдохнуть немного. Очнуться от всего происходящего. Вот. И не хотел Милана тревожить, что пускай отдохнет. А потом уже разберемся со всем этим. Я не хочу ни... Ни хуйню носочки, блядь, кружевные. Ничего делать. У меня нет ни сил, ни настроения. Я хочу просто, чтобы Виталий был рядом и заботился обо мне. Когда я прошу ее помочь, например, с готовкой, она всегда отказывается. Ее тошнит от запахов. Будто бы до этого она соглашалась всегда. Она не разрешает мне жарить рыбу. Она целыми днями... Я люблю жарить селедку. В чем вопрос? Лежит. И я стараюсь ее не трогать. Хочу, чтобы мы жили вместе. Ну, это ты, конечно... Ты ж знаешь, что я с другом живу. Нам не хватит места, тем более ты в положении. Я хочу, чтобы ты снимал квартиру. Хочу пентхаус мыть еще. Квартиру снимать это очень дорого. Финансово не вывезу. Может, с родителем посоветуемся. Может, они что-то предложат. Ну, а что они... Ей 16 лет, она уже такой скуф, да, с этим подбородком, как у меня, блядь. Мне предложат. Ну, конечно, как. А почему так? Это неправильный прикус, да, у нее, наверное? Из-за этого вот такая вот... Я просто знаю, что многие, у кого неправильный прикус, особенно вот у девчонок, это вообще пиздец какой-то. Они когда ставят брекеты, у них все выравнивается, становится на место. Прям вот такие скулы ху**енные, ровные, классные, все появляется. Короче, надо и зубами поработать, я думаю. Если у вас вот, ну, типа, челюсть, блядь, как у этого Сквидварда, то сходите к стоматологу. Давай попробуем. Давай, пошли. Это пиздец, понимаешь? Вот кто бы что ни говорил, да, там, типа, неважно, какая там внешность, душа, душа, вы все равно вас все по внешности сначала встречают. Вот, поэтому лучше, типа, ну, быть симпатичным, красивым быть намного лучше, чем некрасивым. Просто запомните это. Это вам поможет везде, в любой сфере жизни. Так вышло. Такая же... Вы бы хотели, чтобы было по-другому, но, к сожалению, это работает вообще, блядь, не так. Понимаю, что многие там феминисты, экуистки, блядь, все подряд там в мире забудем позитив, совершенно, блядь, в мире не так работает. У тебя красивая улыбка, у тебя красивое лицо, там, непрещавое, вся, блядь. У меня сразу другое отношение. Сразу другое отношение у людей. Поэтому старайтесь просто быть немножко лучше. Ну, делайте себя получше. Каждый раз. Не получается, ну, хуй знает, тогда придется страдать. Вот такая жизнь, она жестокая. Примите эту реальность. Ну, насчет совместного житья это очень такая ошарашивающая новость, что и денег пока особо нет, чтобы квартиру снимать. Знаете, я должен был наоборот про принятие что-то сказать. В итоге, вы все, блядь, уроды, иди помойся, причешись. Ну, я надеюсь, вы поняли мой посыл. То есть просто, типа, если есть возможность что-то исправить, да, стать более лучшей версией себя, ты хочешь стать более лучшей версией, все себя видели, это тиктоки, блядь. Лучше это сделать. Ну, реально, правда. Вот, типа, я всю жизнь пытаюсь похудеть. Никогда, блядь, не получается, но я хотя бы пытаюсь. Понимаете? У меня в голове есть эта темка. Нахуй мне принимать себя жирным. А так я хотя бы пытаюсь и точно умру позже, чем мог бы умереть, если бы принял себя жирным. Ладно, я себя закапываю в пи***. Ну, кто понял, тот понял. Все, пока. Хотели поговорить? О чем? Мы хотели... А тем, чтобы вы выселились в сарай, вот, а мы в доме жить будем. А что такое? Мы хотим переехать. Мы селехать вместе жить. Отдельно жить хотите? Ну, да. Ну, зачем вам кому-то переплачивать деньги? Как вот за квартиру. Когда эти деньги можно вложить? В хамстер-комбат, например. На будущего ребенка. Вы пока молодые, вы, конечно, понимаете... Вы думаете, там, у вас романтика, конфеты, цветочный период у вас. А как же зафиксировать вставочку? Что-то там с плечом. Я не понимаю. Сможете потянуть? Да не знаю. Давайте переезжайте к нам. И будем жить вместе. Скоро ребенок родится. Надо как-то помогать Миланке. Она может не справиться сама. Ну, мы подумаем об этом. Проводишь меня? Подумаете. Ты уже уходишь на работу? Да, пошли. Под присмотром, конечно, пускай вот шагут. Ну, мне будет спокойнее, в принципе. Когда я не наведу. Владимир Михайлович тут уже на отходосах немножко протрезвел слегка. Иду. Ну, дочь моя. Именно дочь. Я знаю, что она в тепле, одета и сытая. Как тебе продолжение? Ну, я, конечно, подумаю об этом, но... Ну, что задумать? Ну, ты же понимаешь, что это серьезный для меня шаг. А ребенок для тебя это не серьезный шаг? Так серьезный, конечно. Надо все равно подумать. Ну, и думай, да. Ну, Милан, ну куда ты? Милан! Я не понимаю, почему он так поступает. Ведь он ответственный. Возможно, он разлюбил меня. Либо он боится отцовства. Чел не хочет жить с твоими родителями. Возможно, он меня разлюбил. Я не знаю, о чем он думает. Но мне обидно. Была бы она... Тебе говно! А мне повидно! Вместо меня она бы меня поняла. Что надо как-то осознать сначала все это. А не делать поспешное решение. Неделю мы не видимся с Виталиком. Мне кажется, он слился. Всегда считал его ответственным человеком. Он поступает как труп. Подзаребал ты, Виталика. Чтобы не делал Виталик, такая... Более того, он перестал звонить. А когда я пишу и спрашиваю про переезд, не отвечает. Бля, реально, а что с Виталиком-то? Со всем этим, что происходит, даже Антону забыл рассказать. Конечно, с его характером я не знаю, как он отреагирует. Но все равно он должен знать. В Миланке батя, короче, нам вместе предложил жить. С Миланой. В смысле вместе? Ну, у них дома. Да, она беременна. Ты угораешь сейчас? Нет. А как так? Этот чел еще и подтягивается, пиздец. Я не знаю. Слушайте, я не знаю, ты что, не предохранялся? Да, предохранялся. Но... С первых 40 литров было презерватив, порвался просто. Не всегда. Диалог интересный. Кажать собрался? Ну, конечно, ты что? Что, угораешь, что ли? Бля, Антон, ребенок. Нельзя быть... Виталь, ты сейчас приди, а? Тебе сколько лет? Мы себя еле... Как его зовут? Эдгар, Эльдар? Еле обесочим, какой ребенок? Ну, что, не придумаем? Еле думаешь делать? Бля, Антон, съезжать надо. В смысле съезжать? Мы только хату сняли. Не-не, погоди, тормози. Куда ты сваливаешь, чел? Я как буду один снимать квартиру? Не-не, Антон, ты тормози. В смысле? Мне нравится, как это белобрысание. В смысле, а как я буду один? Я собирался с тобой жить до конца жизни. Че мне тормозить? Мне сейчас что делать? Я думал, ты поддержишь, а ты только и гонишь, и гонишь. Ну, тебе найдешься нового квантиранта. Квартиранта. Нужно сделать экстрептизу, понятно? В смысле, а че мне тебя поддерживать? Ты собрался, пойми, с кем делать ребенка. Теперь ты еще и сваливаешь, пойми, куда. А у нас... А как же наше будущее? Хаты, я должен на улицу, как бы выйти с вещами искать. Красавчик, давай, делай дело. Ты обо мне-то подумал? Антоха, ну ты ебнулся, что ли, совсем? Я не ебнулся, что ли, буду делать. Я не могу еще додумывать. А ты еще на меня гонишь. Давай, успокоишься, поговорим. Ты типа... Мне так нравится, как они всегда бьют что-то. Так злятся. Ты так нежно столб погладил ножкой. Это просто какой-то... Я пришел к другу, а он... Отчитал меня, как, не знаю... Я думал, он поддержит. Ну, его тоже можно понять. Чем он платит, я тоже не знаю. Целыми днями лежу. Меня бомбит. То я хочу плакать, потому что Виталий меня разлюбил. То злюсь на него. Стабильное только одно. Меня все раздражают. Особенно мама со своей едой. Не хочу есть. Не могу смотреть на еду. Раздражает то, что мама пытается постоянно меня накормить. Раздражает то, что папа приходит. Я бы хотел, чтобы мой ребенок тоже был на диете. Все раздражает. Зачем она пытается меня накормить? Поздно с работы и не уделяет мне внимания. Я постоянно срываюсь на близких. Не ест, не пьет, лежит своими днями. Такой, давай голову сюда положим вместо этого рубанка. Может, ты Виталию позвонишь? Поговоришь с ним? У меня руки грязные. Набери его. Что у вас там с Миланкой происходит? Да, ничего критичного, я бы сказал. Как ничего критичного? Почему ей плохо? Ну, так поругались немного. Вечером здесь срочно заедешь после работы. Ладно, ладно, хорошо. Не ладно, а точно. Что у вас там произошло? Миланка не пьет, не ест. Я не так выразился. Она не так поняла. Что не так поняла? Ну, вот по поводу нашего с вами разговора. Значит, того, что вместе жить. Я ей сказал, что надо подумать. Она обиделась. Я ее, конечно, звал, но это все было безрезультатно. Ну, ты подумал? Да, конечно. Я вашему предложению очень рад. Но все равно надо было переосмыслить. Ну, а что делать-то? У вас, тем более, скоро ребенок будет. Как вы будете одни жить, не самостоятельно? Ну, конечно. Мы вам поможем как-то. Так что собирай вещи и приезжайте сюда. Все, хорошо. Давай, я соберусь. Завтра буду. Последить будешь в комнате у Богдана. Хорошо. Там два дивана. До свидания. Пускай живет с Богданом пока. Поживет пока в моем доме. Решаю я, где жить ему. С Богданом или в комнате у Миланки с Миланкой. Не сказать, что это нормально, что Милана уже беременна, а мы с ней по разным комнатам. Не, ну, если дядя его так хочет, то придется уважать его решение. Аппетит появился. Ну, так немного. Ну, наконец-то. Раз аппетит появился, может, по дому поможешь? Нет, я себя не очень чувствую. И вообще сразу аппетит пропал. Антуал, что наноет все время? Подойди сюда. Подожди, я дрочу. Что? Ну, подойди. Ладно, что это? Все? С отцами? Типа один портфель. Пожитков. Ну да. Ну, а что? Будешь должен. Давай. Давай. Давай еще. Будешь должен. Не плачь только. Давай, иди уже, а? Не плачь. Я рада, что Виталик к нам переехал. Хоть папа и поселил его в комнату к Богдану. Но хоть так. Главное, мой парень рядом. А папу еще обработаю. Я же его любимая принцесса. Ну, особо, так сказать, дискомфортно за Богдану не ощущаю, потому что я приезжаю с работы поздно. Пока поужинаю, пока с Миланом пообщаюсь, уже Богдан спит. Ну, конечно, мне не нравится то, что Милана как бы рядом, но так далеко. Ну, все. Давай, спокойной ночью. Ну, я хочу с собой. Ну, ты знаешь, ты его против. Ну, я хочу полежать, повниматься. Это лучше. Моя. Не надо. Твой папа злой по этому поводу. Ну, все, давай, спокойной. Ну, папа в курсе, блядь, что сексом занимались у вас ребенок. Иначе. Ну, ладно. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Как этот чел согласился там жить, а хз? Вот уже несколько недель мы с Виталием живем. Дом реально на сарай похож, блядь, его будто в Майнкрафте собирали. Дом у моих родителей, но мы по-прежнему редко видимся. Он постоянно работает. Я с нетерпением жду выходных, а Виталия проводит их с папой. Хорошо, что по технике безопасности именно ни очки, ничего не надо. Пилить нужно в тапках. Ну, что вы там? Долго еще? Ну, нормально. А что такое? Ну, я хотела фильм посмотреть, время привести вместе. Ну, работу с Маасей не сделают. Это же должно это понимать. Ну, понятно еще. Пиздец. Что-то нормально пошло? Не, нормально идет. Я, конечно, понимаю, что папе тоже нужно помогать. Богдан сейчас маленький. Но Виталия мог бы разделить свое время. Половину времени это помогать. Надо запомнить Виталия. Виталия. Папе. А половину времени посмотреть со мной фильм. Сегодня у меня первый скрининг. Виталий работает. Как же там, наверное, много разных проблем. Очевидно, что с ребенком все нормально. Я просто перемотал эту хуйню бесполезную. Поехали дальше. Уйдет с работы, и мы сходим в кафе. Ты вот так и будешь сидеть? Мне прохладно. Спасибо. Спасибо большое. Даем водки. Ты чего не ешь? Да, вывоняет как. Нормально пахнет еда, как еда. Я же домой приеду. Пиздец, блядь. Она недовольна всем в жизни этой? Ее в кафе привели. Это что? Мы уже сколько дома сидим? Хоть раз куда-то выбрались, а ты домой говоришь? Ну ладно. Пиздец, ну ладно. Спасибо, Аня. Дома поем. Ну вот, что? Поехали. Ну подожди, а что ты одна будешь въебаться только? Пускай парень немножко характер проявит. Ну она то ее тошнит, то еда плохо воняет. Я вот спылил. Еда плохо воняет. Обычно еда нормально воняет вся. А это плохо. Боже мой. Мы же все ее на одной мусорке находим. Ну потом, конечно, я понял. Через пару секунд, что она сейчас была доесть. Потом пылить. Не заказали, не заплатили и ушли просто. Целыми днями одна. А Виталик опять кому-то помогает. То тетя, то теперь Антон. Какой ужасный Виталик. Всем помогает. Хороший человек. Вот бы какого-нибудь криптоскамера себе. Уже аллергия на его безотказность. Ну в такое время помогать. Ну что, в общем? Ну понятно, как всегда, в общем. И это она еще не родила. Ты прикинь, что... Да, братан, как она тебя не заебала, я не понимаю. Тебя ждет, когда она родит. Тотальный контроль. Я тебе говорю, это полный ***. И так мозг вынесут. А я прекрасный парень. Обрати внимание, возможно, вокруг тебя есть люди, которые тебя будут понимать, любить и ценить. ***, оно тебе надо. Ты подумай тысячу раз, что ты делаешь. Давай, все, успокоимся. Все, сейчас не будем об этом. Лучше давай делами займемся. Давай, поехали. А, все, иди чини. Кого чини? Давай, поехали уже. Еще колеса таскать твои, блин. Не, ну, Антоха, можно понять. У него друга уводит. Мы уже увели. Так что я... А я такой довольный, увели меня, и что? Я не обижаюсь. Снисходительная к этому отношусь. Ян, давай уроки сделаем. Глянь, какие уроки ты не видишь, я сплю. Ты целый день спишь. Октан, ты своими уроками достал уже. Смотри. Если вот эта вот штука висит на двери, значит, ты не заходишь. Понял? Да. Все, давай, иди. Какие уроки? Я беременна. Я считал, что это неправильно. Потому что мы живем в одном доме, и почему мне должны останавливать ногти в камеру? Мы живем в одном доме, почему мне должны останавливать ногти, я не понимаю. Он спит. Реально. Могла бы просто повесить замок, какие ногти. В итоге Виталий вернулся поздно, а утром они с папой уехали на рыбалку. Мне обидно то, что в свой единственный выходной Виталий поехал с папой на рыбалку, ведь это время он мог провести со мной. Радуйся, что нашел общий язык с твоими родителями. Вам еще всю жизнь, кстати, пуковать. Думаю, потом. Приеду уже, извинюсь, перед ней. Дядя его давно зовет рыбалку, надо съездить, да и с ним как-то отношения уже налажать. Свадьба, не свадьба. Предложение руки и сердца. В принципе-то я хочу, но боюсь. А чего бояться-то? Финансовое положение. Семью я очень сильно хочу. Семью. Семья уже почти появилась. Ну а чего бояться-то, Виталий? На самом деле батя захотел просто легально набухаться. Мы со своей тоже начинали так же. У нас ничего не было. Жили в одной комнате. Также появилась Миланка. Не было ни ложек, ничего не было. И никто нам не помогал в этой жизни. То бишь мы сами все добивались, сами делали. Так что делать предложение, ну и расписываться. Я не говорю там сыграть свадьбу, как сыграть шикарную, но фамилию дочери ты ей должен дать. Сзади ухода уже нет. Я понимаю. Сейчас только вперед и вперед. Тренируйся, надо, закидывай. Не бойся, удочку бояться не надо. Я сейчас сзади так аккуратно задалю. Посмотри, вот так вот надо таким движением делать. Ой, извини, случайно вошел. Опа, вот сразу. О, красавчик. Опа. Да, вот это рыба. Смотри, честер, у нас зубок падет. Ну дядя Вова тоже нагнетает. Я, конечно, его понимаю, это его дочь, но пока что торопиться я особо не вижу смысла. Она всего лишь-то беременна, чего торопиться. Ну думаю, что они придут в скором времени. Он тянет из-за денег, потому что просто боится ответственности. Ответственность, что он не подтянет. Вот это финансово. То есть ребенка, молодые свои, ну, девушку. Ребенок-девушка. Все правильно сказал по Фрейду. 16-летний ребенок. Через чего бакет? Я же понял, что ты обиделся за то, что я на рыбалке был. То время, которое ты провел на рыбалке, ты бы мог провести со мной. А я одна дома и сижу. Ты знаешь, чего ты начинаешь? Тебя вообще кинуть мог. Антон прав, наверное, был. В чем прав? Он говорил, что вот начнется этот контроль, начнется вот эти ругани. Может, ему еще и беременность моя не нравится? Не, ну я, конечно, не сказал, что он в восторге. Я же кинул его, получается. Мне неприятно, что он так говорит. Это букет с искусственными цветами на похоронах. Я хочу, чтобы он извинился. Милан. Милан, ты не хочешь сходить? Бой от пути не путю, и все. Скажи ему, чтобы он извинился. Я хочу, чтобы он сейчас извинился. Прям сейчас позвони. Пиздец, блядь. Я бы сказал, Милана, пиздачок закрыла. Я абсолютно не вижу все. Здорово. Ты не мог бы извиниться перед Миланкой? В смысле? Ну, то, что, типа, ты ребенку не обрадовался. Ну, скажи, а нахуй ты вообще наши разговоры и рассказываешь? Там, то, что насчет переезда мы с тобой там поругались. Ну, в смысле, ты меня кинул. А ребенок-то что? А ребенок-то я тут при чем вообще? Я-то ей ничего не говорил. С фига ли я должен извиняться? Ну, так тебе сложность. Я считаю, что Антон должен извиниться, потому что он его лучший друг и должен поддерживать его выбор, его решение. Тем более я сейчас в положении. Поэтому тебе, конечно же, должен весь мир. Просто потому, что у тебя внутри живота сперма. А Виталий что? Не завтракаешь? Работа не едет? Он со мной не ночевал. Милан на Твери ногти висели. А когда ногти, она мне объясняла, что когда они висят, значит, к ней нельзя входить. Все ясно. А это что тут за дела? Эй! Ты где должен находиться? У кого ты должен находиться? У Богдана. У Богдана? А почему ты здесь так? Ты что, не понимаешь русского языка, что ли? Не хотите по-хорошему, что ли? Или как? Будет, значит, по-плохому. Я не понимаю, в чем проблема, что он проводит время со своей девушкой беременной. Батя тоже, блядь, белку словил. Ну и на самом деле на месте этого парня, блядь, Виталя. Виталя, я запомнил. Я его все-таки снял отдельно квартиру, какой-нибудь подешевле, чтобы не слушать эту хуйню от родителей. Значит, будет, по-моему. А вот это что делаешь? Снимай двери. Чтоб не закрывались. Не надо. Это называется обеды с башкой. Как не надо? Не надо. Вы же меня не слушает. Игнорируйте меня. Все так надо. Я бы, наверное, все-таки снизу снимать сначала начал. Ты что, видишь? Игнорируют? Игнор. Как если ему сказали, где ему находиться, где его, почему он? Владимир Михайлович, мне кажется, вы ебанулись немного, если честно. С уважением всем. Просто снял дверку и все. Ну, как для профилактики. Все, раз. Я представляю, проходит мимо, и там этот чувак ее в попу просто долбит жестко. Кое-что сказал. Сношу стену тогда, блядь. Не, ну, с дерева, это, конечно, и ***. Ну, дядя Вова можно понять. Мы, если мы хоть и случайно уснули, слово дядя Вова для него закон. Ну, он думал, что для нас должен быть закон. Поведение папы меня бесит. Это и мой дом. Ну, раз так, пусть сам тут живет. А мы переезжаем. Немедленно. Найти квартиру быстро не так просто. Ну, и оставаться тут я не хочу. Поэтому мы будем жить на вокзале. Поэтому Виталия списался с Антоном. И тот предложил пока пожить у него. Хоть Антон и не извинился, выбора другого у нас нет. Не, ну, я не думаю, что... Как же Антон не извинился, но как же она такая, блин, ладно, поедем к Антону. У Миланы родители, конечно, в восторге от того, что мы съезжаем. Но с Миланой уже не поспоришь. Вова, конечно, с этим перегнул палку. Эмоции захлестнули его. Но я больше всего переживаю за то, что они собрали вещи и уехали. Как они там будут одни? Я не ожидал, что они в город от меня, от нас уедут. Самостоятельной жизни же хотят. Пускай поживут, попробуют. Все равно вернутся домой. Антон мне не нравится. Жить с ним тем более. Но Виталий надо дать время найти нам подходящую квартиру. А папе показать, что маленькая девочка уже выросла. И сама скоро станет мамой. Виталий, ну это, на диван тогда, на ваш? Да. А я, так уж и быть, пару денечков на кухню перекинтуюсь. Ну, пару денечков, да. Пару денечков? Ну да, давай иду. Ну все, давай, еще зовите. Ладно. Я надеюсь, ты снимешь другую квартиру? Да. Такое себе. Да ладно, тебе на пару денечков пойдет. Виталий, ты если тебе что-то стирать будешь, носки мои закинь тоже. Хоть Антон предложил, чтобы он жил на кухне, но все равно как-то не у... Нифига, у нее руки волосатые, мощно, прямо вот так вот. Как у меня, кстати. Легенда. Мы за боди-позитив, ребята. Усики, руки вот здесь, мне надо брить. Не надо, это секс. Он ведь знал заранее, что мы приедем, мог бы хотя бы убрать свои вещи. Мы живем у Антона всего три дня, но мне кажется, прошла вечность. Сегодня я просто... Что это, фу, нахуй? Что за рыготина, блядь? Укнулась от того, что на всю квартиру ужасно воняет рыба. Сука, пи***ц. Я беременна, он вообще в курсе. Ты охуела просто, на самом деле. Он в своей квартире может делать что угодно. Хоть, не знаю, крокодилом, блядь, ставится. Меня выворачивает от запаха и от самого Антона тоже. Такое ощущение, что он... Что это за дерьмо он делает, фу, нахуй? Он делает это специально, чтобы... Блядь, какой пи***ц. ...бы меня взбесить и выгнать из квартиры. А где белку, здесь? А? А ты что, рыбы не будешь? Нет, спасибо. Я не могу. Какой ясно, боже. Посмотри, это селедка жареная с майонезом. Я жду, не дождусь, когда Виталий наконец-то придет с работы и скажет, что он нашел квартиру. Надеюсь, сегодня так и будет. Виталий надеется, что придет домой. И ты скажешь, Виталий, я наконец-то достроила плотину. Можно уже к ортодонту сходить. О, привет. Ну, привет. Ну, чем так воняет? Ну, так это твой дружок, рыбука. Вагину не помыла. Я очень мерзкий в этом выпуске, ребята, извините. Но я болею, б***ь. Я просто когда злой, ну... И злые комментарии, к сожалению. Единственное, что меня может деморализовать, это мое здоровье. Это я заказывала есть, но из-за запаха не смогла. Меня тошнило. Крепец. А ты где тогда в ОКП? Да, до тети ездил. Там помочь надо было. Б***ь, меня как не злал. Это Милан, Ихаметова, б***ь, уже не могу. Понятно. Дома есть чего покушать? А тебя что-то мне покормили, что ли? Нет, не покормили. Ну, иди тогда вон рыбу ешь. Милан, давай не начинай. Что с квартир? Я пока не нашел. Я искал варианты. Пока нет особого такого ничего. Парни, дайте ТП в МИД. ТП дайте в МИД, алло, парни. ТП дайте в МИД. А, бля, молодец. Вы издеваетесь с аппорта, алло. Дверь, 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 давай, 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 ну тут, б***ь, алло. А, б***ь, галик, да б***ь, нажми. За легионку хорош. Мне уже кнопку, б***ь. Что? Давай потише. Да идем, идем, пацаны, давай, давай, давай. В смысле, как этот дотер, б***ь, будет спокойным, ты че? Не, ну куда мы с ним жили? Я, может, еще внимания не обращал, конечно, но сейчас, раз я с Миланой, это какой-то... Во всем этом трэше есть только один плюс. Мы засыпаем. Я теперь не могу ни на что смотреть, кроме ее рук, если честно. Вместе с Виталией в обнимку. Ребята, извините, извините, пожалуйста. Квартиру пока найти не удается, а я мечтаю скорее съехать. На кухню зайти невозможно. Вонь, бардак, свинарник. Я не то, чтобы приготовить, я поесть даже не могу. А Виталя как будто избегает разговора о переезде и приходит поздно. Иначе я себе представляла совместную жизнь. Возможно, мама действительно права, и мы погорячились с переездом. Как дела у тебя? Как самочувствие твое? Да тут... Я боюсь, что в целом ее не устроит абсолютно ничего, что будет в жизни. Ну, просто есть такой тип людей, знаете, которые любят мыть. С Виталином другом жить невозможно. Безумно сильно воняет. Безумно можно быть первым, я еще хотел сказать вам, ребята, несколько раз. Беспорядок. Посуда вечно грязная лежит. Приезжайте домой. А папа что скажет? Он же злится. Он обрадуется. Сегодня дал дожданный второй скрининг. На нем мы узнаем пол ребенка. Поехали, будет мальчик. Хотите узнать пол ребенка? Мы уже видим его. Да. Опа, конфликт. Почему? Так мы же хотели гендерпати сделать. Тетю позвали, познакомились. Ну а что, я сейчас хочу? Мы против гендерпати, лучше сразу. Давай сейчас, говори. Так так неинтересно будет. Смотрите, я могу написать пол ребенка и положить в конверт. А вы уже сделаете, что хотите дальше. Давайте так и сделаем. Так, давайте. Алло. Все, мы съездили на скрининг. Услали пол? Нет, не узнали. Почему? Потому что Виталий не захотел. Нам в конверт положено. Вот сделаем гендерпати, значит. Ура, гендерпати будет, ура. Ну ладно, я вам слово, что добавлю. Гендерпати хочу очень. Это охотико. Такой он миленький. Гендерпати хочу очень. Какой-то повод познакомить мою тетю с тетей Селли и дядю Вовой. Что? С тетей Селли дерьмой. Мы наконец-то уже были знакомы. Все, что меня напрягает, это то, что все хотят гендерпати. А меня напрягает, что ты все время ноешь. Я особенно мама, чтобы все собрались. И мы наконец-то познакомились с Виталиной тетей. Но я не хочу никаких праздников. Самые волосатые руки на диком западе, ребята. Я просто хочу узнать, кто у меня будет. Мальчик или девочка? После скрининг до Виталика отправился на работу. А ко мне из деревни приехала Надя. И мы договорились пройтись по ТЦ. Наконец, день проведу не в квартире. Ну что, как тебе вообще? В Тюмени. Вставки. Ну что, как тебе? Нормально? Как? Как? Я вот только с тобой сейчас выбралась. Из дома. Да целыми днями дома с этим придурочным Антоном. Почему он придурочный? Кто шумит? Просто на миде фидит постоянно. ФБ отдает. Воняет. Рыбу пожарил недавно. Меня потом цошнило полудня. Кошмар. А он тебе, кстати, предложение-то сделал? Нет, пока что. Какое предложение? Нам жить негде. Молодые парни. Красивые мои. Кто смотрит, еще не женат. Если у вас будет женщина в вашей жизни, которая будет вот так вот все время что-то ныть, вечно недовольная, вам такая не нужна точно, вам проще жить одному. Ваша жизнь с появлением женщины должна становиться только лучше. Если она становится хуже, вам не нужна такая женщина. Вот и все. Ну, это и к девчонкам, конечно же, тоже. Ну, короче, можете отзеркалить мое высказывание в отношении мужского пола. Смотрите, какие банщики. Прикольные, да? Да. Как раз тебе на выпускной можно. Какая прикольная штука. А сколько стоит? 3 700. Сколько? Прикольно, да? Не знаю. Ну вот смотри, можно и врудом надеть на выписку, и к тебе на выпускной. И к тебе на кинки-пати. Мне нравится. Пойдем на кассу. Я не знаю. Пойдем на кассу. Почему Наде не понравилась моя покупка? Надеюсь, Виталя, как всегда, оценит мой вкус. Что это за... И сколько это стоит? Ну, со скидкой я, наверное, был. Я говорю, со сколько стоит? Не важно. Сколько? Ну, скидка была. Я понимаю, что скидка стоит. Сколько? Цифру скажи. 3 700. Ха, ведь мне сегодня, я так понимаю, тоже за жабу? Реально, какая-то дня за 3 700, если честно, очень постная. Мне жалко стало. В машине можно помять за 3 700 и еды купить. Ничего я не понимаю. Ты хочешь, чтобы я была красивая или нет? Ты не так красивая, тебе жабо. Ты так красивая, зачем тебе жабо? Ну, захотела я. А думаешь ты чем? Ты сама хочешь съехать на квартиру? Я работаю, пытаюсь накопить, а ты жабо покупаешь. Виталий никогда со мной не спорил, никогда ни в чем мне не отказывал. Она вечно недовольна, реально. Не понимаю, почему ему сейчас не понравилась жабо. Потому что ты день назад ему ехал мозги, что вы живете у друга. Твой жабо стоит 3 700. Это сколько? 4 дня проживания в съемной квартире. Деньги некуда тратить, 3 700 продуктов можно было купить, конечно. Я мог сейчас поесть как в ресторане. Не, ну, у Миланы у меня конечно не было таких прихотей, как там у беременных я наслышан. Я понимаю, она бы там мел погрызла или печьку полизала. Или говна поела с ним без пола. Ну, жабо за 3 700 это какой-то ***. Что там? Сейчас хаты. Денег нет. Вариков тоже нормальных нет. Еще Милан Крэв, прикинь, жабо купил. Это что такое? Я сейчас тебе покажу. Давай. на развлечение у пацанов пожрать семечек на кухне. До этого, короче, единственная жаба, которую я знал, это в машине. Прикинь-ка, ***, плюнявчик. Это ребенок, что ли? Нет. В смысле? В прямом, типа, вот такая ***. А, это надо? Знаешь, что? Реально. Пацаны, как же я вас понимаю? Сколько стоит? 3 700. Сколько? Это по акции. Это что, угар какой-то? ***, у меня в натуре крыша едет. Я не знаю, Виталя чисто плюс вайбик, мужик такой. Слушай, я, конечно, все понимаю, но это, хотя бы чемодан уберите, ***, у него спотыкаться. ***, да я тоже спотыкаюсь. Ну, что поделать? Да, уберем, уберем. Как же я устала находиться в квартире невыносимо. Меня бесит. Пойду еще одну жабу куплю. И тут все. И вонючие, кулинарные, изыскать. Сколько эта рыба будет лежать? Она 20 лет лежит. Зачем вы вставляете одни и те же кадры? Ну, это просто жесть. То, насколько они ленивые, насколько им впадлу снимать. Я просто представляю, как там было на самом деле. На выпуск дают бюджет, там, типа, на все съемки миллион рублей, а все остальное просто распиливают. Снимем эту рыбу и ставим ее 82 раза. ...Антона, его ночные концерты с компьютерными играми. Хочу домой. Я соскучилась по своей кровати, спокойной деревенской жизни, маминому супу, даже по урокам с братом. Думаю, надо... Я еще, причем, представляю, как они объясняют все вот эти вот съемки из разряда, ну, мы специально делаем такую камерную съемку простую, для того, чтобы человек чувствовал, что будто бы это происходит на самом деле. Типа, зачем кинокамеры, зачем повышать качество, если можно всегда ебашить на какой-то, типа, Canon 650D, ну ладно, тут уже какой-нибудь Sony FX3, но это не важно. Хотя нет, это даже не FX3, я думаю, это все-таки Canon. ...вернуться обратно к родителям. Чтобы он не смог отказаться, я решила его подкупить. Может, домой поедем? Поехали. Я думала, что мне придется его уговаривать, но он довольно быстро согласился поехать обратно домой. Я рад, что она подняла... Хотя бы контровой свет ставят на стендапах. ...на тему о переезде к родителям, потому что я понимаю, что с предстоящимися расходами нам не потянуть квартиру. Домой ехать не особо страшно, но я, конечно, понимаю, что его будет всяко подстегивать, но он, мужик, нормальный, думаю, все поймет и примет. Какая изба прикольная, такая аутентичная, интересная. Ну, я ее так называю, ребята, да, кстати. Я думал, что у меня голос появится к концу выпуска. Сел ли он окончательно? Поверьте мне, точно да. Вов. Вова. Слышишь меня? Перестань уже на детей обижаться. Виталий уже все тоже осознал. Пожили с жизнью семейной отдельной. Теперь поняли, как это одним жить. Хватит дуться уже на... А что это, дом из-за пилок состоит каких-то? Или это что, шумоизоляция? Что это за ткань такая? Нет. Да я уже давно на них не обижаюсь. Давно уже отошел. Я рада, что мы возвращаемся домой. Хотя переживаю, что папа опять что-нибудь выкинет, как с дверью. Вдруг не пустит. Ведь мы с ним не разговаривали со дня нашего переезда. Такая грустная музыка. пара-па-па-пам-па-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. И это чувак такой привет. Какие люди? Какими судьбами? Что, городская жизнь уже надоела? Перестань, нормально все. А как нормально? А что верну, говорю, мой? О, так получилось. Денег нету, жабу купили, 3 700, кстати. Сколько? Как бабка в этом меме. Ходи, ты, Богдан, в комнату. Хорошо. Да, недолго продержались, я их не выгоняю. Да мне веселее, в принципе, все, я с бабкой бы там надвоем бы были. Ну, сын, сын тоже сейчас подрастет, тоже махнет крылом, куда-нибудь влетит. Ну, тем более, ребенок скоро появится. Ну, клинучки. Ну, я, в принципе, рад. В родных стенах у меня даже токсикоз пропал. К тому же, мама поговорила с папой, и он разрешил Виталию жить в моей комнате. Может, тебе помочь? Что это с тобой случилось? Одни пожили и поняла, как это трудно. Что, помогать надо? Ну, да. Можешь пока протереть листочки и полы помоешь. Как она вот поняла, что надо помогать, я вот не понял, что ты... Ну, помою. Да. И брови сделаешь мне? Наверное, сделаю. И стирку закинешь? Да, ногу. Тоже. Мама все-таки уговорила меня на гендер-пати, но у меня есть условия. Интересно, какое условие она скажет? Типа, если будет гендер-пати, значит, Виталя живет с ней в комнате. Мне главное, когда гендер-пати будем делать? Не знаю. А ты кого хочешь позвать? Всех позвать? Нет, я не хочу, чтобы кто-то был. Так. Чтобы мы только сильные были. Мне кажется, мама расстроилась. Но я не хочу шумных гулянок. Да и праздники я терпеть не могу. Это ее условия, типа? Смотрите, блядь, просто в конверт. Сегодня у папы и Виталий ко выходной, и мы решили устроить гендер-пати. Ура! Виталина тетя Наталья Николаевна приехала к нам знакомиться. Не могу сказать, что я безумно рада этому событию. Спасибо вам большое, что Виталика в семью приняли. Вижу, что у вас семья дружная, гостеприимная. Сидит, дрочит под столом. Что ему здесь у вас хорошо. Мальчик хороший у нас, вы не переживайте. Ну-то не переживаем. Исправим, если что. А хватит надрать его, дядя, блядь. Идем. Смотрите, как работает. Под себя как надо. Ничего. Блядь. Ну все, Виталика, зачем мы вообще собрались? Давайте уже наконец-то узнаем. Типа просто челу уделили 20 секунд внимания. Чего вы все, Виталики, давайте обо мне. Кто будет у нас? Кто думает? Я за девочку. Я за девочку. Кто за мальчиком? Поднимите руки. Я за мальчиком. Девочку. Ну и я за мальчиком. Мальчик только, да? Почему девочка тебе не нравится? Ну, не знаю, почему. Хлопцы. Сестры хватает, да? Да. Будет две. А вы тетя Север, почему хотите девочку? Я очень не все. Ну, чё, просто под столом ездить, чтобы никто не видел. Я хочу принцессу еще одну. С девочками как-то поинтереснее принцессочки такие. Принцессочки! Ладно, колочки, бантики, да, тан. На колочке, бантики, купола, перстни на объем. Я хочу, чтобы в девочках. Ну, это принцесса, это вторая Мирана. Я хочу вторая Мирана в команде будет. Ну, если бы девочка, я не буду грустить, конечно. Ну, я хочу внучку. Дочь она выросла уже, большая. У меня охота, вот что, вот это маленькое, маленькое там все было, понимаете, чтобы она такая хорошая, моя принцессочка была, понимаете. Сорты, например, чтобы там косички, не косички покупать. Я хочу, чтобы родился у меня племянник, потому что девочки надоели. Тем более, когда беременные, вот это. Пью эти всякие порошки, блядь. Ребята, не болейте, пожалуйста. Короче, я вам рассказываю, я поболел за вас. Я вам честно говорю, я за вас поболел. Дня полная, вообще мне не нравится, меня не устраивает данное состояние. Уже хочется полежать, если честно. Начинает кружиться голова, все нормально, 19.07, умер Ильдар. Это непереносимость теперь у меня одного раза хватило. Все, давайте, начинаем, поджигаем. Раз, два, три. Черная смерть сейчас у них в руке возорвется. Я за девчонку. Я за девочку, за девочку. Девочка! О, девочка, 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 девочка. Вижу розовый и хочется от радости заплакать. Я очень рада, что у меня будет дочь. Пиздец, гендер-пати супер. Вот скоро она родится и мы будем покупать много-много розовых вещичек. Ну все, можно теперь уже вещички выбирать розовенькие, красивые. Мы от себя конверт подарим, да? У меня, к сожалению, вот нету возможности. Вот эта вот обивка под опилки, это просто пиздец. Я надеюсь, это будет еще какая-то обработка сверху, да, там хоть обои какие-то поклеят. Как-то вот помочь молодым. Ну ничего страшного, будет помощью, если Виталий будет помогать больше дома. А не мотаться постоянно к вам в город. У меня Диана одна. Вот такой вот комментарий от Бати. Фух. Она осталась. Мне надо идти, я ее надолго не могу одну оставить. Извините. Ну, я провожу. Спасибо. А что ты ее будешь провожать? Мы вообще-то сидим с семьей за столом. Всего-всего. До свидания. До новых встреч. До новых встреч, да. Есть старые встречи. Почему мне говорят до старых встреч? Есть новые встречи. Старые в прошлом, уже невозможно увидеться в прошлом. Ну, будто логично звучит. Так они сильные? Ты глупо, ну, вот. С тетей. А я правда так считаю? Ладно, пойдем. Возможно, я резко ответила о тете, но я так считаю. Редко такое говорю, но Милана не права. Тетя, она взрослый человек, и я считаю, что она должна перед ней извиниться. В такое время я из дома даже не выхожу. А Виталя заставил меня ехать в город отвозить тетю. И я спустя столько времени познакомилась с его сестрой Дианой. А ты чего к нам раньше не приезжала? Да, мне первые месяца плохо было. Сейчас уже полегче, да? Намного легче. А уже известно, кто у вас будет? Мальчик, девочка? Да, мы сегодня устроили кинтерпатию, узнали. И кто? У нас будет девочка. Поздравляю! Спасибо. А ты чем занимаешься? Какой красивый маникюр. Да я сейчас к поступлению готовилась. Вот на лингвиста хочу поступить. Да, английский, литература тяжело, конечно. Прикольно. Милана просто не оставила ни другого выбора, поэтому я думаю, это лучшее решение, которое можно в данный момент принять. Для меня это очень важно, потому что... Я признаю, что вела себя глупо. И я сейчас понимаю, что ей нужно помогать, ей действительно нужна Виталина помощь. Сегодня был трудный и важный день. Я, кстати, заметил, что люди, у которых есть в семье какие-то реальные инвалиды, за которыми надо ухаживать, они реально намного добрее, эмпатичнее, чем, ну, типа, базовый человек. У меня есть очень хороший друг, у него, ну, так случилось тоже, есть родственник-инвалид, и он, типа, супердобрый чел, очень хороший. Типа, казалось бы, кто может быть более эмпатичным, добрым, интересным, классным, кроме меня? Но нет, есть еще вот человек один, который еще больше. Еще самое главное, скромный, такой же, как я. Не только потому, что мы узнали, что будет дочь, но и потому, что я переосмыслила отношения Виталика к его тете. И когда мы вернулись домой, я сразу же уснула. Предложение руки и сердца собираешься. Будешь мне делать или нет? Давай здесь на кухне это решим, прямо сейчас, поцелуем, закрепим. Какие-то вообще-то делать? Да, конечно, делать. Собираемся. Все под контролем. Помощь нужна какая-то? Да, пока что нет, но если что понравится, я вам обязательно скажу. Ну, если что, обращайся. Ну, я понимаю, что надо расписываться, но просто не вижу какой-то срочной необходимости. Пока Виталия дочь не отведет в ЗАГС, ну, фамилию тогда будет. Ну, моя будет фамилия. У меня идет 25-я неделя беременности. Раз мы уже знаем, что у нас будет девочка, можем покупать для нее вещи. Мы с Виталией поехали в город, чтобы сделать покупки и выбрать коляску дочки. Так как квартиру мы не снимаем, удалось накопить денег. Я уже вижу, какая мне нравится. А я вижу, какая мне. Скорее всего, наши мысли схожи. Может, белую? И автокресло, и подстаканник есть. А с цены стоит. Ну, а чё? Ну, чтоб всегда грязной была. Чё ты хотела? Дорого. Мне нравится. Еще мы купили коврик, купили детских вещичек. Оказывается, покупать вещи дочке это не менее приятно, чем себе. Рожайте. Денег стоит просто... Чел такой, типа, едаебрая в рот эту беременность. Я захотела похвастаться покупками и позвонила Наде. Вот такой вот коврик. Вещи детские. Блин, какое все красивое. Какое все маленькое, розовенькое. Даже не верится, что она будет такая маленькая. Да. А тебе предложение это сделал? Да нет еще. Какое предложение? Тем более я с таким пузом сейчас. Да нет, какое предложение. Рано еще. Еще пока рано. Ну, дело, конечно, ваше. Но что-то он затянул. Реально, козлина, блин, урод. Вообще плохой чел. Да, ну, чего вы все с этим предложением? Да ладно, не обижайся. Ну, ладно, я потом позову. Просто скрипт сработал на разговор, поехали. Понял. Давай. Все достают меня с этой свадьбы, постоянно расспрашивают про предложение. Я не понимаю, почему они лезут не в свое дело. Сами решим, когда нам пора жениться. Ой, ты чего не спишь? Да, ничего. Ну, я надеюсь, что что-то случилось. Мы все уже достали с этим предложением. А сегодня с нами видели, если она тоже. Когда? Предложение ноги и печени. Когда предложение? Когда предложение? Да ладно, что с этим предложением вороди. Медведя убили, блядь. Под шкурой спят. Видишь, все сделаем. И со шкурой лов. Так что давай спать, я хочу спать. Скакой ночи? Скакой ночи. А поцеловать? Люблю тебя. Я тебя. Будет что-то интересное. Не знаю, драка. Сегодня мы с Виталией едем на третий... Скриликс. И может потенциально создать не очень хорошую ситуацию во время родов. Блин, ужас. Кесарево сечение возможно будет. Ой-ой-ой. Поэтому после работы спишет сразу домой. И все выходные проводит со мной. Просто самый идеальный парень в мире. Я тоже такого теперь хочу. Как себя чувствуешь? Да, нормально, в принципе. Что с ним делать будем? Я думала... Давай я буду ныть, а ты будешь слушать, как тебе. В кино съездим. Ну так-то можно. Алло, Виталий, привет. Ты в городе? Нет, я дома сегодня. Слушай, у меня тут трубу прорывало. Я не знаю, что делать. Ты мог бы ко мне подъехать, помочь, а? Какая же она стала понимающая, ребята? Ой-ой-ой-ой, блядь. Ну, да, смогу, но через часик примерно. Хорошо, давай, жду тебя. Все, давай, пока. Ну что, на мозги не будет, блядь? Давай ты поедешь при одном условии. Будем смотреть фильм в машине за рулем. Пойдем вместе. А тебе что там делать? Ну, а вдруг и моя помощь понадобится. О, мой бог. О, мой бог. Что происходит здесь? Я не знаю. Она такая смартная девочка. Ну, типа, машинка смартная. Ну, ладно. Ладненько тогда. Доедай, я пойду, пока машину прогрею. Если не нужна будет моя помощь, то я могу провести время с Дианой, а также время с Виталией. Я не понимаю, почему я раньше не надумалась до этого. Я вообще сейчас в шоке. Я не думал, что она так отреагирует. Не, у меня, конечно, был корыстный план, что сейчас я ее сложу, вот это добрю, а потом к пацанам. Но раз уж все так сложилось, даже худшую. Здравствуйте. Привет, Виталик. Здравствуйте. Ой, Миланночка, и ты пришла. Здравствуй. Чего у вас тут? Да вот, смотри, протекла. Все не знают, что делать. Ну, вы идите, пока с вами чай попейте. Я тут все сделаю. Хорошо, Миланночка, раздевайся, проходи. Не б***ь, он сантехник, конечно. Ну, вот, смотри. Мастер на все руки, ребята. Да идите, я все сделаю. Вообще не страшно рожать? Конечно страшно, но поскорее хочется уже, чтобы наступил этот момент. Поскорее родить. Мне кажется, надо спрашивать, не страшно рожать у тех, кто рожал, например. Я быстро починил поломку, а я душевно пообщалась с его тетей и сестрой. Бедный Виталик. Мне кажется, теперь я сама буду предлагать Виталику почаще навещать Наталью Николаевну и Диану. Ну, там поломка-то такая. Но я рад, что и девчонки пообщались, и Миланка развеялась. Дианан еще говорит, я спать. Виталику надо памятник поставить. Отвечая к Антону, я вообще в шоке. Ну, я решил все-таки тебе предложение. Думаю, с пацанами надо пообщаться. Что-нибудь тебе не помогут. Пацаны, дело такое. Миланке предложение хочу сделать. Серьезно? Да ну, ебанка. Что, у кого-нибудь есть какие-нибудь предложения, мысли? Нет. Давай в ванну пиво наберем и подарим ей. Собо денег, но что-нибудь такое интересное, что бы... Ну, давай, вы по трассе поедете. Мы вперед. Вас и на машинах сзади наплеем буквами. Я тебя люблю. А, выходи за меня. Ну, это сам договоришься. Насколько машин тебе на все буквы не хватит? Ты можно вон на крышу дома залезть. И прыгни. И все проблемы решатся сразу же. Понял, стоп, поставим. Подожди, да? Смотри. Да. Парни сныкаются. Один со столом, другой со скатертью. Вы наверх пойдете, на романтический закат посмотрите. А внизу мы растянем надпись огромную на простынях. Выходи за меня. Это неплохо. Можно. Можно, только сейчас пять. Пищи, я имею в виду. Ну, идея у них, конечно, пи***. Но все-таки их бредовые идеи меня на одну мысль спотолкнули. Романтические пацаны, вообще, б***ь, четкие нахуй. Виталя, подойди. Здравствуйте, дядь Боб. Примерно. Руку положи вот сейчас на место кота. Сейчас я его уберу. Вот так вот поделай, почухай тут. Понимаю, о чем вы хотите поговорить. Можно я вас перебью? Милане, предложение хочу сделать. Помощь ваша нужна будет. Так, нахуй, ты не убегаешь, я тебя гладить буду. Конечно. Какой я лежать? Разговоров нет. Молодец, что созрел, наконец. Ну, ты разговор снова. Сегодня дома все ведут себя странно. Ребята, я не знаю, как вот кто-то смотрит без моих комментариев. Это же невозможно, б***ь. Понимаете, это невозможно просто смотреть. Понимаете, что я смотрю это. Я надеюсь, вы цените вообще все это. Ну, правда. Меня не достает. Витавия куда-то мотается. Мама загадочная ходит, улыбается. Да я как-то не доверяю. П***ь, что это? Мне? Не доверяешь? Миланочка, золото мое. Выходи. За меня. В чем проблема сходить, не знаю, в какое-то заведение и просто там сделать предложение? Я не знаю, сделать самую банальную в***ю в мире, в бокал шампанского положить кольцо. Я не знаю, какую-то самую, вы жрете, она там чавкает, б***ь, слюни тебе в лицо летят. Ты встал на колено, подарил кольцо. Все. Зачем вот этот п***ц... Че так? Ура! Ура! Вот это вы. Давай, пальчик. А, сзади было выходи, потом они повернулись за меня, типа. С п***ц... Он так долго думал с предложением, это того стоило, очень неожиданно. Не знаю, кто это... Это того стоило, очень неожиданно. Это придумал, но мне приятно. Да, слава богу, никто не налажал, особенно дядя Ого, который уставший. Мы его вообще разбудили, он спал в это время. Он был очень недоволен, но сейчас пил заводочку. Милана, конечно, рада была. Почему, когда делают предложение, все время какого-то кринжа, е***ц, его наваливают? Ну, такой, хоть не золотой. Отмечаем шашлыком. Брусельное, ну, соответственно. Обещание, короче, человек дал. При всех, там, предъявить. Катана родит уже. Я уже понял, что у них все хорошо. На неделе, ну, что же нам покажут сейчас, после этого? До родов остаются считанные дни. Уже подготовка идет, собираешь вещи. Поэтому сумку в роддом я собрала заранее. Я очень боюсь родов, но мне... А давайте посмотрим, как родился ребенок. Вот все и закончилось. Вот все и закончилось, ребята. Короче, как вы поняли, я промотал некоторое количество кадров. Она полежала дома, немного поныла, сказала, что боится. Потом отошли воды, она приехала, немного потужилась. Ребенок родился, ура. Я счастлива, встри... У нас Ева появилась, боже мой. Имя, которое я никогда в своей жизни не слышал. Девочка Ева и мальчик Тойота Марк 2. Я родила где-то уже... Если у вас будет мальчик, попробуйте только Марком его не назвать, блять. Спустя 4 часа. Когда мне в первый раз приложили к груди... Я хочу повлиять на этот мир. Ребята, пожалуйста, если вы ждете мальчика, не называйте его Марком. Давайте мы сделаем меньше Марков в этом мире, блять. Пожалуйста, уже все Марки... Вообще все. Все дети Марки, блять. На конверты. Дочку. У меня были непередаваемые эмоции. Сергей, пи***е мужское имя, попробуйте такое. Я была очень счастлива, что этот день наконец-то настал. Мы наконец-то... Рано родила. Так, а выписка будет интересна или нет? Давайте посмотрим. Богдан в школе. Подруга тоже учится. Поэтому пришли Виталия и мама. Все эти цветочки симпатичные. Лучше. Мне совсем не хочется устраивать из выписки очередной праздник. Как же она ненавидела праздники, блять. Мама такая маленькая, хрупенькая. Очень. Ты какую рассчитывал увидеть там? Типа батон Мортаделлы такой, 40 килограмм. Страшно. По Милане очень соскучился. Интересно, а что же у них будет дома спустя время? Как же она будет ухаживать за ребенком? Будет ли она справляться с материнскими обязанностями? Давайте же посмотрим. Материнство проходит не тяжело для меня. Я быстро восстанавливаю. Наверное, потому что в 16 лет родила. Люблюсь. Я ожидала, что она будет прям мамочкой. Но чтобы такой хороший? Боже мой. Как же это все не читается в конце, ребята? Ну, не совсем. Прямо она ходит, трясется. Никого не подпускает. Офигеть, вообще супер. Виталий ее укладывает. Виталий такой молодец. Как же он помогает. Ну, уставший после работы, засыпает первым. Ай-яй-яй-яй-яй. Как же он не притворяется тут? Сейчас, когда я уже стала мамой, я, конечно, хочу, чтобы все было хорошо. Конечно же, хочу, чтобы все девочки тоже стали мамами и рожали. Хорошо у ребенка у нас с Виталией. Но у меня появилась мечта, когда дочь немного подрастет, отучиться. Отправить ее на работу тоже. Теперь медицина. По какой специальности, я пока что не определилась. Так, через две недели после родов, что же сейчас будет? Покажут ребенка тетя и девчонки на коляске инвалидной. Давайте же посмотрим. Михаила познакомиться с Евой. Ебутся головой, ребята, как же я это узнал. Ебутся. Как же ей понравилось? Давайте послушаем комментарий. Ебутся такая красавица. Ну, давайте у меня руку кушануть. Богдан рвется нянчиться. Богдан, легенда. Интересно, что же он сейчас почувствует? Что же он скажет? Скажет, что он тоже полюбил ребенка. И ему уделяют время внимания должное. И ребенок это не помеха. Поехали. У него ветрянка. И я его пока не пускаю. Ветрянка просто нарисовали. Вы мне п***ь. Я сам пройду. Я ассасин. Я на чем-то заберу, я расцелую все. Сейчас. Заберу, расцелую. Ты мой сладенький. Милана очень хорошо себя ведет. Она кормит каждый час, каждые два часа. Тебя? Понял. Видно. Я ее на любых, когда она хочет. Роспись мы решили отложить. Пока хватает трат на дочь. И Женя, счастливые ребята. Девочкам, которые попали в такую же ситуацию, как и я, я хочу сказать, что материнство хоть это и сложно, но быть мамой это огромное-огромное счастье. В этот момент очень важна поддержка близких людей. Мне с этим очень повезло. У меня классная семья, а также любящий и заботливый человек рядом. Я очень благодарна им за это. П***ц. Абсолютно никакущий выпуск. Я вас с этим всех и поздравляю, ребята. Вы досмотрели, те, кто досмотрели его, очевидно, благодаря мне. Можете написать мне за это спасибо. Сошел ли я с ума к концу этого выпуска? Нет. Какой комментарий? Виталик отличный парень, девочка немножко... Евшая, пропаганда ранней беременности великолепная. Мой вердикт будет, как всегда, достаточно базовый. Если вы несовершеннолетние, не хотите, чтобы у вас не было детей, используйте презерватив обязательно. Если вы попали в положение все-таки, и вам 16 лет, 84 раза взвесьте, стоит ли вам оставлять этого ребенка. Вот, потому что... Ну, рожать можно, конечно. И, возможно, даже в каких-то ситуациях нужно. Но, б***ь, пожалуйста, лучше предотвратить всю эту историю. Это просто п***ц. А вот сейчас эти выпуски, их невозможно смотреть. Это очень грустно. Мы дождемся следующего сезона. Если там будет, я уже говорил, такое же говно, я буду только на Твиче это смотреть. Я даже на Ютуб не буду это заливать. Потому что... Ну, это ад воплоти. Понимаете? С вами был, как всегда, я, Приятный Ильдар. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео. Всем пока. Пойду полежу. Субтитры сделал DimaTorzok